здравствуйте сегодняшняя тема у нас называется моделирование используем модификаторов 3d max содержание сегодняшней лекции это модификаторы параметрические деформации модификаторы свободной деформации модификаторы сглаживания поверхности теперь что такое модификаторы модификаторы это специальные функции который позволяет изменять геометрическую форму объекта при помощи на настраиваемых параметров полный список модификаторов можно увидеть в medium модиферс здесь модификаторы представлены в группах по назначению вкладке модиферс список модиферлист здесь модификаторы собраны в алфавитном порядке чтобы получить доступ к модификаторам на сцене должен быть выделен объект которому планируется применение модификатора если объект не выделен то модификаторы будут недоступны при работе с модификатором через меню модиферс можно увидеть что в данном случае модификаторы поделены на несколько групп это было сделано для удобства работы и поиска нужного модификатора в данной в рамках данной лекции предложено рассмотреть следующие группы модификаторов это у нас модификатор параметрические деформации модификатор свободной деформации и модификаторы сглаживания каждый модификатор имеет свои параметры изменяя которые можно влиять на геометрию объекта которому применен модификатор теперь мы рассмотрим модификатор параметрические деформации которую вы видите на экране вот модиферс для работая с модификаторами параметрические деформации можно использовать главное меню модифирс то потом параметры деформы или использовать список модификаторов модифир лист на вкладке модифика командной панели в обоих случаях заранее надо выделить объект которому затем будет применяться нужный модификатор обратите внимание при назначении модификатора большое значение имеет количество сегментов у объекта модификатор параметрические деформации при работе с модификаторами необходимо проделать следующие шаги надо выполнить исходный объект стандартный или улучшенный примитив то потом перейти на вкладку модифе и внести необходимое изменение в параметры объекта потом проверить чтобы рабочий объект был выделен потом вызвать список модификаторов потом из списка выбрать нужно модификатор на вкладке модифе и внести необходимо изменение в параметры модификатора модификатор параметрические деформации список модификатор групп параметрические деформации это у нас band потом латис мой из push relax потом ripple shell shell слайс скню это у нас список дальше у нас есть еще модификаторы встреч с кюз вов до список модификатор групп которую увидите на экране это у нас список групп который я только что перечислила потом модификаторы band это и сгибает объект вдоль выбранной оси надо будет создать стандартный примитив цилиндр до перейти на вкладку модифе и задать параметры цилиндра это у нас радиус сегменты сайт все это как у нас указываем на экране потом обратите внимание на количество сегментов по высоте да это у нас 20 потом не снимая выделение с объекта цилиндра вызвать список модификатора в списке выбрать модификатор band на вкладке модифы перевести настройку параметров модификатора это у нас изгиб угол направлении оси изгиба и так далее при работе над объектом на вкладке модифе отображается стек модификаторов которую вы видите на экране да в котором перечислены основные действия с объектом для вынесения изменения в параметры исходного объекта данном стеке нужно выбрать цилиндр они же отобразить его параметры потом внести изменения например изменить радиус длину или количество сегментов до после этого надо вернуться по стеку на верхние действия потом в данном примере модификатор bnt в зависимости от того какие изменения были внесены в параметры исходного объекта изменится и влияние модификатора на готовый результат это касается всех модификаторов стеки на один и тот же объект может быть назначено несколько модификаторов для того чтобы удалить модификатор и стека нужно выделить нужно модификатор и стека потом ниже на в нижней части стека нажать на изображение команду удалить модификатор и стека которую вы видите на экране да это касается всех модификаторов потом модификатор латтайс придает объекту вид решетки путем создания распорог и узелков вместо пересечения распорог потом создать стандартный примитив шейп а потом перейти на вкладку модифии задать параметры сферы д например радиус 22 не снимая выделение совета шейп потом вызвать список модификаторов то список модификатор влад с это у нас объект объект называется спе потом на вкладке модифии перевести настройку параметров модификаторов модификатора это геометрия как применяется модификатор потом применить ко всему объекту только вершины только распорог потом все да если выбран вариант только вершины то удали доступны параметры настройки вершины которую вы видите на экране до надо выбрать сегменты радиус и и так далее если выбран на вариант только распороки распорки так то она надо дали доступны параметры настройки странствия радиус сегмент сайт и так далее если выбран на варианты все то удали доступны все параметры настройки до которые вы видите на экране потом модификаторы noise это приносит вершины объекта случайным образом создать стандартный примитив это у нас спе перейти на вкладку модифии задать параметры сферы да как радиус например потом не снимая выделенный объект спе вызвать список модификаторов и списке выбрать модификаторы noise на вкладке модифии провести настройку параметров модификатора начала произвольного созданного модификатора например шума до потом в масштаб величина смещение вершин объекта это на скал зачем больше значение тем более гладким будет объект и наоборот например вот у нас все это показано на экране значение вдоль объекта это у нас сила до стрэндж потом модификатор это перемещение перемещение вершины объекта внутрь и изнутри благодаря чему объект как бы надувается воздухом да это у нас как создать стандартный примитив это тяпот перейти на вкладку мотиве и задать на параметр чайника до радиус надо нажать и потом после не снимая выделение с объекта тяпот вызвать список модификаторов списке надо выбрать модификатор page на вкладке модифии провести настройку параметров модификатора page валуда которую вы видите на экране это у нас на экране показан параметр надо задать потом дальше мы будем с вами рассматривать модификатора релакс это сглаживание сглаживает общую геометрию объекта перемещение перемещенное перемещая вершины создать стандартные примитив тяпот и перейти на вкладку модифии и создать задать параметры до чайника например у нас радиус это 22 потом тоже как ранее мы делали надо не с него не снимая выделение с объекта тяпот вызвать список модификаторов релакс то на вкладке модифии провести настройку параметров модификатора да это у нас релакс валу это определи определяет процентную часть расстояние на которую перемещается вершина потом итерации это определяет сколько раз выполняется вычисление потом только зафиксировать граничные точки до проводит к удалению точек расположена с открытыми участками модификаторы рыпы это у нас покрывает поверхность объекта рябью надо будет создать стандартный примитив play in потом перейти на вкладку модифии задать параметр плоскости до лэнс уидс лэнс и и так далее не снимая выделение с объекта плейн вызвать список модификаторов списке выбрать модификаторы реплида а на вкладке модифии перевести настройку параметров модификаторы это у нас амплитуда управляет высотой и волны это тоже второй тоже управляет глубиной волны потом длинна волн до длин волн модификатора слайс это используется для разделения объекта тоже создается примитив теопод и задается параметры потом не снимая выделение с объекта теопод вызывает список модификаторов слайс да на вкладке модифии провести настройку параметров модификатора это слайс тайп определяет какая часть объекта будет отрезана там вы верхнюю или нижнюю выбираете для регулирования высоты и оставшиеся части необходимо открыть модификатор в стеке для этого нужно нажать значок плюс возле имени модификатора в открышем открывшемся списке выделить слайс плайн это потом только активизировав команду select and move перемести режущую плоскость на нужное расстояние контролируя при этом высоту объекта вот и нас это показано на экране здесь выбрана remove top и так далее да для завершения работы например с режущей плоскостью стеке модификаторов снять выделение слайс плайн сам модификатор закрыть нажав на значок минус потом рядом с именем модификатора до надо нажать на минус потом модификатор параметрические деформации модификатор shell это добавляет обрезанную объект толщину стенок например примите в теопод после применения модификатора слайс назначить модификатор shell до на вкладке мотиве перевести настройку параметров мотивикатора это у нас внутренние значения и наружные значения до внутренние значения определяется толщину стенки объекта формирую и и внутрь объекта она ружное значение это определяет толщину стая стенки объекта формируя и снаружи объекта до модификаторы скню это наклоняет объект перемещая его поверхность часть при неподвижной нижней части да это для этого нужно тоже создать стандартный примите в теопод с модифии задать параметры радиус и так далее потом не снимая выделение с объекта теопод вызвать надо нужные модификаторы это у нас скню до наклон на вкладке модифии провести настройку параметров модификатора это степи направление ос изгиба это у нас ось изгиба x yt который вот который вы видите потом модификаторы стрейч это вытягивает объект вдоль одной оси одновременно затягивая его по двум другим осям и обратном направлении тоже задается стандартный примите в теопод потом мотив из модифии надо выбрать задать параметры потом не снимая с объекта теопод вызвать модификатор стрейч да то здесь тоже нужно провести настройку параметров натягивание затягивание потом осень натягивание да вот который вы видите это параметры указаны потом модификатор дальше модификатор это у нас сперти д придает объекту сферическую форму он тоже на то будет создать примите в теопод задать параметры и из объекта нужно вы вызвать список модификаторов данный модификатор а потом дальше на вкладке мотиве привести настройку параметров это у нас пресса процент процент процентное значение эффекта мы вообще в лекции рассматриваем чайник когда в один например мы выбираем один модификатор то тогда она меняется вот рассматриваем мы 15 модификаторов и списка который мы ранее указали это у нас список модификаторов сперти да вот когда мы модификатор сперти выбираем то тогда у нас получается вот на экране до чайник потом модификаторы squeeze это у нас сдавливание до выбирая точки близко расположены к любой оси и переносит их подальше от центра объекта то время какие другие точки перемещает ближе к центру создавая тем самым эффект кривизны для этого создать стандартный примитив нужно создать теопод то примитив перейти на вкладку мотиве и задать параметры как раньше до радиус например 22 не снимая выделение с объекта теопода вызвать список модификатор squeeze для далее у нас на вкладке модифе привести настройки параметров модификатора до выпуклость по осям и радиальное сдавливание да вот тогда у нас получится такой чайник модификатор турист это проворачивает концы объекта в разные направления тоже нужно будет создать примитив цилиндр и потом в модифе нужно задать параметры цилиндра радиус сегменты и так далее потом обратите внимание на количество сегментов по высоте да у нас это будет 5 потом не снимая выделение с объекта цилиндр вызвать список модификаторов турист потом на вкладке модифе привести настройку параметров до скручивание углу смещение ось скручивание так далее потом дальше будем рассматривать с вами модификатор у нас тейп 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 рда это у нас тейпера масштабирует один из концов объекта оставляя неизменным 2 создать стандартный примитив у нас примитив называется спе перейти на вкладку модифе и создать параметр сферы до радиус дальше на вкладке модифе привести настройку параметров модификатора это эта степень кривизна ось заострение так далее потом самый последний модификатор и у нас вейв то вейв это у нас создать стандартный примитив над play in потом перейти на вкладку модифе и задать параметр плоскости это лэнс уитт например 200 до потом не снимая выдавление выдавление выделение с объекта например play in до вызвать список модификаторов списке надо выбрать модификатор вейв на вкладке модифе перевести настройки параметров амплитуда волн управляет высоту глубину и длину вопросы до закрепления в виды назначения модификаторов как командная панель модифе потом трехмерные модификаторы так далее сегодняшняя лекция подошла концу спасибо за внимание длину